Во многих зарубежных изданиях можно найти удивительную историю, связанную с гибелью немецкой подводной лодки УБ-65. Практически все ее выходы на боевые дежурства сопровождало череда мистических событий. Всем привет, с вами Фенимор. Призрак подводной лодки УБ-65. Во многих зарубежных изданиях можно найти удивительную историю, связанную с гибелью немецкой подводной лодки УБ-65. Утверждалось, что к ее уничтожению якобы причастен призрак, а практически все ее выходы на боевые дежурства сопровождало череда мистических событий. История о призраке, который преследовал и наконец погубил подводную лодку УБ-65, популярна не только на Западе. На русском языке она была впервые опубликована в 1939 году военморездатом НКМФ СССР и с тех пор украшает едва ли не каждую книгу о тайнах Первой мировой войны. Писатель-маринист Владимир Шигин упоминал ее четыре раза, как под своей фамилией, так и под прозрачным псевдонимом Влад Веленов. Самый подробный вариант содержится в составленном им сборнике морских баек, призрак на палубе. История мореплавания изобилует самыми жуткими историями о последствиях пребывания призраков на борту кораблей и судов. Наибольшую известность получили события на германской подводной лодке УБ-65 во время Первой мировой войны. Все началось с того, что во время строительства и испытания субмарины погибли по разным причинам четыре человека, по другим источникам пять и по нелепой случайности чуть не вздохнулся от газа весь экипаж. При первом же испытательном погружении УБ-65 не могла всплыть в течение 20 часов и ее экипаж опять едва не погиб. Но главные странности были впереди. Осенью 1917 года во время погрузки торпед одна из них внезапно взорвалась. Взрывом убила вахтенного офицера и четверых матросов. Именно с этого момента на лодке и стали происходить сверхъестественные события. Уже через несколько дней после случившегося сразу два матроса внезапно увидели на палубе призрак погибшего офицера, который стоял в носовой части субмарины, скрестив на груди руки. Один из этих матросов на другой день дезертировал, несмотря на военное время и угрозу военного полевого суда. Страх перед призраком оказался сильнее. Экипаж жил отныне в страхе и был полностью деморализован. Вскоре после этого на берегу погиб командир субмарины. Вместо него командиром был назначен капитан-лейтенант Густав Шелли. Затем был боевой поход. Оказавшийся, несмотря на весь опыт командира, неудачным. Субмарина едва не погибла. А затем светопредставления на УП-65 продолжались с новой силой. Во время следующего выхода в море на верхней палубе был вновь обнаружен призрак погибшего офицера. Теперь команда пребывала в постоянном ужасе. Едва лодка вернулась на базу, как погиб, бросившись под колеса автомобиля еще один офицер ее экипажа. Командование германских ВМС вынуждено было обратить внимание на невезучую лодку. Прислали специалистов, инженеров и врачей. Первые обследовали лодку, вторые – экипаж. И те, и другие ничего изрядовым выходящего не обнаружили. В своем заключении они заявили, что, скорее всего, странные массовые галлюцинации вызваны вредными испарениями от работающих механизмов. Командующий подводным флотом Германии адмирал Шредер во всеуслышании объявил все слухи о невероятных событиях на УП-65 суеверной чушью и даже лично провел ночь на подводной лодке. «Вот видите», – заявил он наутро, – «ваше привидение нисколько не помешало мне прекрасно выспаться, а потому хватит заниматься дурью, грузить боезапас и в море». Тогда же был зачитан приказ о строжайшем наказании каждого, кто заявит, что видел на лодке привидение. Новый выход в море. И матрос-торпедист, закричав, что видит призрак, и тот зовет его к себе, внезапно бросился в воду и утонул. Вскоре также бросился за борт и погиб второй матрос. Затем умер еще один член экипажа, ударившись головой о переборку между отсеками. Естественно, что в такой обстановке ни о каком продолжении боевых действий не могло быть и речи. УП-65 вернулась на базу. Но едва она ошвартовалась в Вильгельмс-Хафине, как впал в истерику помощник командира лейтенант Эрих Эберхард, кричавший, что только что встретился с привидением, и настала его очередь умереть. Лейтенанта заперли в каюте, после чего он вроде бы успокоился, но утром Эберхард, улучшив момент, схватил кортик и пронзил себе сердце. Теперь ситуацией на субмарине занялся уже сам император Вильгельм II. Прежде всего, был полностью сменен старый экипаж, а затем из Берлина на борт УП-65 был приглашен пастер, специалист по нечистой силе. В течение нескольких дней он непрестанными молитвами и всеми правилами экзорцизма изгонял субмарины дьявола. Наверное, это был единственный случай мировой практики, когда экзорцизм совершался на боевом подводном корабле. Но что было делать германским адмиралом, если призрак столь яростно мешал им воевать? Казалось, что теперь-то все будет по-иному. Но, увы, едва УП-65 вышла в очередной поход, как навсегда исчезла со всей своей командой. Уже после войны немецкие специалисты, взвесив все за и против, сделали сенсационное предположение, что, скорее всего, УП-65 погибла от собственной торпеды, которая внезапно взорвалась прямо в торпедном аппарате. Впрочем, есть и еще одна версия гибели УП-65, но уже с американской стороны. Выглядит она следующим образом. Утром 10 июля 1918 года экипаж американской субмарины, патрулировавшей у южных берегов Шотландии, неожиданно обнаружил какую-то неизвестную подводную лодку. Она лежала на Баку, покачиваясь на волнах. Осторожно приблизившись, увидели, что это та самая злосчастная УП-65, о заключениях которой уже знали даже союзники. Сначала американцы подозревали какую-то ловушку и длительное время вели тщательное наблюдение. Но немецкая подводная лодка не подавала никаких признаков жизни, и американский командир решил взорвать ее. Когда американцы еще только готовились торпедные атаки, их корабль был отброшен сильным взрывом. Там, где только что покачивалась безжизненная УП-65, вздымался водяной столб. Позднее американский командир заявил, что незадолго до взрыва он якобы видел вблизи носовой части УП-65 офицера немецких ВМС, стоявшего неподвижно со скрещенными на груди руками. Однако по-настоящему тайна гибели УП-65 не раскрыто и сегодня. Как неизвестно и то, почему темные силы избрали самую обыкновенную, ничем не примечательную серийную подводную лодку. К сожалению, качественных фотографий УП-65 не сохранилось. В западной литературе о сверхъестественном истории УП-65 тоже занимает почетное место. Десятки авторов переписывали ее друг у друга, нося всевозможные ошибки или что-то дописывая от себя, чтобы вышло как можно более занимательно. В их книгах можно найти якобы происходившие на борту подлодки диалоги и даже вымышленные ссылки на немецкие источники, призванные подчеркнуть достоверность легенды. Некоторые писатели умудрились потерять в номере подводной лодки букву «Б», дойдя до последней степени некомпетентности в военно-морских вопросах. Все варианты истории, как на русском, так и на других языках, имеют один источник, который используется напрямую, либо через цепочку посредников. Впервые легенда про УП-65 появилась в книге знаменитого писателя-мариниста Гектора Чарльза Боутера «Их тайные цели», вышедшая в 1932 году. Сокращенный перевод на русском языке был издан в 1939 году под названием «Морская разведка и шпионаж». Я хочу рассказать о странной истории УП-65, проклятой подводной лодке, о которой немецкие ветераны-подводники до сих пор упоминают за то и в дыхании. Какими бы невероятными они ни казались, факты подтверждаются рядом заслуживающих доверия свидетелей. Некоторые из них цитируются профессором доктором Гехтом, выдающимся психологом, в брошюре, опубликованной после войны. Профессор откровенно признает, что исследованные им явления не поддаются объяснению на рациональных основаниях. И хотя он, как ученый, не одобряет предположения о сверхъестественном факторе, ему не удается выдвинуть альтернативную теорию. Таким образом, случай СУП-65 должен стать одним из лучших задокументированных морских историй о призраках. Все началось летом. 1916 года, вскоре после того, как был заложен киль лодки. Она была одной из 24 средних подводных лодок, спроектированных для атак с побережья Фландрии. Ее водоизмещение составляло 510 тонн. Скорость на поверхности 13 узлов. Экипаж состоял из трех офицеров и 31 матроса. Через неделю после начала работ на судне произошел несчастный случай со смертельным исходом. При установке тяжелой балки она соскользнула и упала на причал. Один рабочий был убит на месте, а второго пригвоздило к земле. Его смогли освободить только через час, после чего он умер в агонии. Когда лодка была почти достроена, машином отделении три человека отравились газом насмерть. Во время пробного плавания УП-65 столкнулась с сильным штормом. Один матрос был смыт за борт и утонул. В ходе погружения протекла от систерна и прошло 12 часов, прежде чем лодку смогли поднять на поверхность. Вода, должно быть, достигла электрических батарей. Воздух внутри был заражен ядовитыми испарениями. И когда, наконец, люки были открыты, офицеры и матросы выползли из нее наполовину задохнувшимися. По возвращению из первого рейда УП-65 принимала торпеды, когда по какой-то необъяснимой причине взорвалась боеголовка. Пять человек, включая второго офицера, были убиты мгновенно. Несколько человек получили ранение. Лодку вернули на верфь для капитального ремонта. Несколько недель спустя, когда лодка все еще была в порту, в какую компанию ворвался паникующий моряк, крича «Господин обер-лейтенант! Мертвый офицер на борту!» Капитан сделал ему строгий выговор и обвинил в том, что он пьян. Но моряк отрицал и клялся, что только что видел, как покойный второй офицер шел по сходне. И другой матрос, Петерсон, также видел привидение. Капитан и другие офицеры вышли на палубу, где обнаружили Петерсона, сидящего на корточках в рубке. Он тоже был бледен от страха, но в ответ на прямой вопрос пробромотал, что мертвый офицер поднялся на борт, прошел на нос и стоял там со сложенными руками. Испуганный матрос быстро спрятался за рубкой, а когда снова выглянул, посетитель не от меры сего исчез. Ввиду свидетельства двух явно трезвых мужчин с превосходными характеристиками, было невозможно сомневаться в том, что произошло что-то таинственное. Какое-то время думали, что кто-то сыграл дурную шутку, но дознание показало, что об этом не могло быть и речи. Инцидент плохо отразился на моральном состоянии экипажа, который теперь был убежден, что подводная лодка и все находившиеся на ее борту обречены. За два дня до следующего рейда Петерсон дезертировал и нет никаких записей о том, что его смогли разыскать. Уважаемые друзья, буду очень рад почитать ваши комментарии. Если вам понравилась данная тема, обязательно напишите об этом в своих комментариях. Спасибо всем, кто поддерживает наш канал в это на сложное время. К сожалению, выпуски выходят не так часто, как хотелось бы. Но я думаю, что к весне все наладится и мы будем видеться с вами гораздо чаще. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока!